Насколько безопасна продаваемая на рынках Махачкалы продукция и отвечает ли требованиям нормативов то, что мы покупаем и употребляем в пищу? Управление Ростельхознадзора по Дагестану совместно с Объединением потребителей России провели рейд, направленный на выявление фальсифицированной продукции на втором городском рынке. На этот раз проверяли молочную продукцию и мясо. Подробнее в сюжете Луиза Раджабовой. Молочный павильон второго рынка. Торговля кипит, покупателей здесь немало. Однако и продавцов, не соблюдающих правила продажи скоропорчащихся продуктов, как выяснилось, тоже не меньше. Вот, например, сметана без срока хранения. А когда она сделана? Вторник. Вторник? Да. А где здесь написано? Нигде не написано. А почему же? Ну вы хотя бы этикеточку какую-нибудь наклеивали. А вот на этом масле точно не подскользнешься. Бутерброд со спредом не будет падать маслом вниз. Дешевый и вредный аналог сливочного масла за 330 рублей здесь не редкость. Только вот продается суррогат под видом настоящего лакомства. Невооруженным взглядом отличить его от настоящего масла у покупателя вряд ли получится. Спред молочно-сливочный, растительный. А продается как масло, да? То есть вы считаете, что спред 330 рублей стоит, да? Спред 330. Это за килограмм? За килограмм. Сливочный? Малый растительный, южанка. Ну вот, пожалуйста. Вот он, что-то написано. Однако у продавцов своя версия происходящего. Рынок ничего не дают, нас сбирают. Ага. Ну вообще ничего, ни пищевую пленку, ни парту. Нет, нет, нет. Ни партуки мы сами, пищевую пленку мы сами, пакеты мы сами. А как часто сам рынок вас проверяет? Рынок, вот люди из рынка ходят и проверяют. Как часто? Не мы, а вот рыночные ваши? Рыночные каждый день анализы проверяют. Утром, да? Утром, каждый день они анализы. У кого-нибудь какие-то выявления бывают? Нарушения, выявления? Выявления не было. Не было. Предупрежден, значит вооружен. А всех бросающихся в глаза нарушениях предупреждают и уже не в первый раз. Благодаря регулярным рейдам продавцы теперь накрывают сыр пищевой пленкой, а торгуют в фартуках. Да, это действительно незнание, это абсолютная безграмотность, в том числе и юридическая безграмотность. Мы с этим вопросом сталкиваемся постоянно и не только в Дагестане, это практически везде. К сожалению, люди, открывая предпринимательскую деятельность и начиная заниматься предпринимательской деятельностью, попадаются в эту ловушку, вместо того, чтобы проконсультироваться с кем-то, как надо правильно вести предпринимательскую деятельность. Посыпают солью и пеньки для разделки туши, не забывая их выравнивать. У мяса теперь появилась должная маркировка и сопроводительные документы. Прежде чем выставить мясо на прилавок, его проверяют в ветеринарной лаборатории, расположенной здесь же, в павильоне. Мы наблюдаем значительные улучшения. В тот раз, значит, мясо и курии, по нашему требованию, они должны быть с клеймом. Клеймо на всей продукции должно быть читаемое. Этого в прошлый раз не было. В этот раз, где мы смотрели, проверили, есть овальное клеймо читаемое, есть ветеринарный сопроводительный документ. Вот эти вот пни, на которых режется мясо, они должны быть ровные, и под них должно быть пространство, чтобы оно вытиралось. Но не везде это есть еще. Но это обручами, они это потихоньку делают, где-то они есть, но не все эти пни, значит, неровные. Это точно не последний рейд, призванный улучшить ситуацию с безопасностью продукции на столичном рынке. По словам директора торговой площадки, с безответственными продавцами договора будут расторгаться. После каждой проверки обязательно результат бывает, какой-то сдвиг бывает. Но однако же замечаний меньше не становится. Уже становится, как? 90% вы сами же уже выделили, специалисты говорят, 90% уже устранено все. А те, кто не будут выполнять… Мы их лечаем место, долго расторгаем, долго лечаем место. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.